Экспресс гайд для новичков, как сортовать в мобильной игре Black Desert Mobile Все банально и просто, идем на старте по сюжетке, выполняем все дополнительные квесты Хотя мы минимум 45 уровень, берем дополнительные квесты знаками восклицания, отмеченные их также можно посмотреть вот здесь Далее, всю экипировку, которую мы получаем, точим с любым грейдом Грейд можно переносить, точится здесь, перенос грейда здесь, более низкого на более высокий, точки не окупим Следующее, что нужно, это стараться достать верхний правый камень световой на опыт темной энергии В игре есть ограничения при выполнении условий, достижения всякого уровня и убивания боссов Вы получаете дополнительные возможности по открытию контента в игре, поэтому чем быстрее вы будете развиваться, тем лучше Можно следить по условиям открытия, также есть условия развития, здесь вы можете выполнять задания Следуйте этим заданиям, выполняйте их и вы будете успешно развиваться в игре Также не забывайте выполнять ежедневные задания, они находятся здесь, их можно посмотреть Не забываем брать у старосты в аренду реликвию при посещении каждого нового города Не забываем точить бежу, бежу советую вам точить синюю на старте, бежу можно купить с аукциона в украшениях только за черный жемчуг Черный жемчуг фармится в ивентах и плюс ачивки будете выполнять, берите в основном кольца на крит и на скорость атаки Полный фулл сет, не только кольца, вообще любую бижутерию с такими параметрами Далее не забываем про ваш лагерь, здесь достаточно нанимать рабочих, рабочие нанимаются в таверне По поводу найма рабочих нам интересно только найм как можно более низкого грейда Для начала это белый, получается зеленый, синий, потому что вам не будет хватать очков влияния Мы впоследствии нанимаем, стараемся более простых рабочих, потом их можно будет апградировать Нам интересны только первые параметры для сбора, остальные параметры они не влияют особо на игру Поэтому стараемся нанимать таких рабочих, чтобы в начале игры как можно больше выгоду иметь Здесь количество, нанимайте как можно больше, чтобы было максимальное количество рабов Строите здание, посылайте рабочих на сбор ресурсов Здесь производится сбор ресурсов, в основном нам нужно добывать дерево и немножко камня для строительства зданий Строим здание, апградируем, получаем с этого выгоду Что касательно доната, то покажу вам, что стоит купить, желательно в минимальной комплектации Что здесь такого интересного есть Нам нужно получается в разное купить супчики ежедневные за черный жемчуг, можно за белый жемчуг Дальше, что нам интересно, это купить одного пета Чтобы у нас было три, еще одного можно купить за черный жемчуг Впоследствии И также нам интересна примак, поддержка на 14 дней Первый Это в принципе все, что вам нужно для старта в минимальной комплектации Продолжение следует